На канале доктор Виктор Фурсов, энтомологист, википертича. Сегодня у нас рассказ о насекомых. Не о боевых комарах, не о личинках комаров, а вот этих интересных насекомых, сидящих в пробирочках, из которых они не могут выбраться. И о том, как сделать энтомологическую находку, открытие буквально, не оходя далеко от своего дома, дома, двора, сада, огорода, или дойдя до ближайшей лесополосы, в которой вы можете найти интересных насекомых и найти интересные растения, в которых живут эти насекомые. Потому что вы думаете, что это бегают? Муравьи? Вовсе нет, это не муравьи. Это не муравьи. Это насекомые, называемые наездники. Но наездники бывают разные. Наездники бывают те, которые скачут на своих хозяевах, на насекомых, на которых они парализуют и убивают. И это наездники энтомофаги. А есть наездники, общее название которых называют фитофаги, потому что они относятся к отряду перепончатые крылые. И это перепончатые крылые надсемейства, хальцидоидные осы или хальцидоидные наездники. И вот это как раз наездники, которые тут бегают. Маленькие, размером с муравья. С крупненького муравья. 3 мм в размере длина тела. И около миллиметра длинненький хвостик. Что это за хвостик? Это не хвостик, это называемый яйцеклад. Который очень даже нужен этим самкам, которые здесь бегают. И один здесь экземпляр. Погибшие в крупной пробирке. В пенициллиновом пузырьке есть всего лишь один самец. Который оказался редкостью для данной популяции. Что же это за наездники? Это хальцидоидные осы. Семейство мегастигмиды. Раньше оно называлось семейство теремиды. А сейчас выделили отдельное семейство мегастигмиды. Это род мегастигмус. Но интерес не только в его названии необычном. Мегастигмус. У нас огромная стигма. Потому что стигма это пятнышко, которое имеется у этих насекомых на крыле. Она хорошо видна при крупном увеличении. И вы его можете заметить на моих других видео. Где я показываю самку мегастигмуса. Которая чистится под большим увеличением микроскопа. На другом микроскопе Лейка. Сегодня у нас разговор о биологии вот этих мегастигмусов. Как их собрать. Где их можно найти. И как можно сделать уникальное энтомологическое. Уникальное зоологическое открытие. В том регионе, где вы обитаете. То ли это полиарктика. То ли это не Арктика. То ли это Южная Америка. Может быть Австралия или даже Африка. Где растут растения, в которых живут эти насекомые. И конечно же африканцы. Индейцы Южной Америки. Или аборигены даже Австралии. Не всегда обращают внимание на мелких насекомых длиной 3 мм. А у энтомологов много своих забот. Изучать свои группы насекомых. И не за всем они могут уследить. Не каждое открытие сделать. Может быть это открытие ждет вас. Где-то в Южной Америке. В Аргентине. В Эквадоре. В Перу. В Чили. Куда эмигрировать. Много-много интересных людей. И некоторые из них познавательные. Натуралисты. Биологи. Ботаники. Может быть даже энтомологи есть. Где-то в Чили. В Аргентине. Или переселились уже в Австралию. А уж конечно если будет кто-то в Папу-Новой Гвинеи. В Индонезии или Таиланде. То там насекомых с очком не соберешь. Как говорят энтомологи. Что же это за насекомые. Как я начал говорить. Живут они внутри растений. И они вылезли. Вылупились. Проточили свой ход из этого растения весной. Потому что сейчас весна. 23 апреля. И они почувствовали весну. Почувствовали изменение солнечного ритма. В длиннее дня. И подумали что у меня на кухне уже наступило лето. Пора вылетать. И вылезли они из семян. Они выгрызли отверстие в семенах. А семечко это было. Семечко шиповника. Внутри плодов шиповника. Которые высохли за зимнее время. Сделались твердыми как камень. И это не помешало. Этим небольшим наездникам. 3 миллиметра длиной. И всего лишь миллиметр голова у них. Пробуравить твердейшую семечко. Шиповника. Твердейший плод шиповника. И выйти. В отдельных баночках у меня. Ждут следующего выведения. И продолжения других серий. Где же я собрал шиповник? Правильно. Недалеко от своего дома. Просто в полисаднике. Вы идете мимо шиповника старого. И видите. Множество висящих старых плодов шиповника. Засохших. Некоторые из них. Раздутые плоды. Или раздутые шишки рядом висят. Это бывают галлы. Так называемые раздутия. На стеблях шиповника. А если обратить внимание на плоды. Плоды тоже разные бывают. Есть сочные. Исистые плоды. Которые переживут даже зиму. Но они подсыхают к весне. А есть некоторые скукошившиеся. Как бы подгнившие. Подсушившиеся. Замерзшие такие плодики. Перезимовавшие. Не исключено, что в них кто-то живет. Потому что прошлым сезоном. Прошлый. Конца весны. Начале лета. Когда зацветает шиповник. Внутри этих плодов кто-то поселился. А поселяются как раз вот эти наездники. Которые сейчас бегают на экране. Что же они делают? Мы видим, что здесь самки. У самок очень длинный яйцеклад. Хвостик черный. С которым они бегают. Вот эти вот самки мегастигмусы. Эти маленькие наездники. Влупившиеся. Самка. В конце апреля, начале мая. В середине мая. Когда зацветает. Или перед зацветанием шиповника. И летит на шиповник. Сначала подпитаться. Все наездники. Пчелы, осы, шмели. Муравьи любят сладкий сироп. Сладкий нектар. Самка подпитывается. Прилетает с одного места на другое. Находит благоприятное место обитания. Прячется. А потом, когда отцветает цветок шиповника. При помощи такого яйцеклада, который имеют эти самки. Самка откладывает внутрь плодика зеленого. Свои яйца. Точнее говоря, внутри семян. Которые находятся внутри зеленого плодика. На отсветшей розе. На отсветшем шиповнике. Причем заражает она различные виды шиповников. В самых различных местах ареалов полиарктики. В полупустынях. В горах. В лесах. В степях. Распространение видов этого рода эгостигмуса. Очень широкое. Очень широкое. И плохо изученное. Так вот. Из отложенных яиц. Внутри зелененьких плодиков. Вылупляются личинки. Которые развиваются внутри. Завязи плодика. Шиповника. То ли это будет Казахстан. То ли это будет Монголия. То ли это будет Украина. Или даже Канада. Австралия. Аргентина. Внутри плода шиповника. Есть семена. Внутри плодов шиповника развивается личинка. Которая расъедает внутреннее содержимое эндосперм. Семечка. И окукливается внутри семечка. И перезимовывает состояние куколки. Перезимовывает. И только на следующий год. Как сейчас. Почувствовав изменение температуры. Изменение солнечной активности. Из куколок превращаются во взрослых насекомых. И мага. И они выходят из твердейших. Упавших на землю. Или висящих на веточках плодов шиповника. Выходят эти наездники. На волю. Прогрызая. Отверстие в твердейшем плоде шиповника. Как в коре растения. Вы не пробурите даже. Ногтем этот плод. Настолько он твердый. Только при помощи. Иголки можно просверлить. Или отвертки просверлить такое. Аж при помощи мандибул. Самцы и самки. Пробуравливают. Плод шиповника. Выходят. И ищут свои новые места обитания. На этом же кусте шиповника. Радостно. Если они вышли. Уже. Во время цветения шиповника. Или его. Образование завязи. После цветения. Тут вам и дом. И стол. Подпитаться на цветах. И сразу же самки. Бегут и заражают. При помощи такого длинного яйцеклада. Потому что нужно погрузить. Яйцеклад глубоко. В зеленый плодик шиповника. Который будет еще. 5 миллиметров размером. Отложите яйцо. Внутри плода шиповника. Внутри семени. Таким образом. Начинается новое развитие. Нового поколения. Развивается несколько видов. Из рода мегастигмос на шиповнике. Которые. Хорошо изучены. С одной стороны. С другой стороны. На молекулярном уровне. Мало изучены. Так и распространение. Не так-то уж. Хорошо изучено. Каждый год открываются новые места обитания. А некоторые страны дальние. Малодоступные. Некоторые места плохо изученные. Которых никто еще и не собирал. Никто еще не находил. Таких наездников. Таких растительноядных семиедов. Шиповников. Где-то в дальних странах. Где-то в дальних странах. Или даже не в дальних. А потому что энтомологи наблюдают. Обычно свою группу. Своих муравьев. Своих стрекоз. Своих чел. А на наездников мелкого размера не всегда хватает внимания и интереса. Потому что есть очень тонкая специализация. Узкая специализация у энтомологов. Кто занимается своей группой, тот и изучает это насекомое. Или эту группу насекомых. Так что если вы выйдете во двор. Выйдете на свою площадку. Или в лес. Или в огород. Или в сад. И у вас растет шиповник. На котором находятся плоды шиповника. Вы можете их собрать в обычную баночку. Пол-литровую. Литровую. Завязать полотном. Тканевую. Крышку сделать. Завязать ее веревкой или резинкой. Бросить этикетку. О времени сбора. И подождать. До начала июня. До конца мая. Вдруг кто-то еще и живет в этих плодах шиповника. Скорее всего вы заметите, что. В конце мая, начале июня. По этой банке. Между плодами шиповника. Начнут ползать какие-то муравьи. Это конечно не муравьи. Муравьи в шиповнике не селятся. А вот наездники из рода мегастигмус. Очень даже селятся. И как я сказал уже. И в разных местах обитания. И в лесу. И в лесополосе. И в степи. Даже в пустыне. Даже в горных местах. В Киргизии. И в Таджикистане. И в Казахстане. И в Таджикистане. И где растет роза маленькая. В предгорьях. Там живут внутри этих плодов. Вот эти интересные наездники. Из рода мегастигмус. А уж если говорить об Афганистане. Об Индии. И в Таиланде. В Вьетнаме. Камбодже. Кто там только не живет. Но никто там еще и не собирал. Если вы найдете материал из дальних стран. Которые малодоступны. Или даже не из дальних стран. Но в малоисследованных. Можете найти новое место обитания. Не отмеченные в базах данных. В литературных базах данных. Ничего не опубликованное. И будет новое интересное. Географическое открытие. Сделанное. Буквально рядом с местом. Где вы живете. В той стране. Где вы живете. Или в ту стране. Куда вы переехали. Для того чтобы пожить. Пережить. Или эмигрировали. Для лучшей жизни. Чего мы вам. И желаем подальше. Потеплее. Посолнечнее. Покрасивее. Чтоб там было больше. Насекомых. Природы. Мира. И солнца. Вот такие насекомые живут в шиповнике. Попробуйте собрать шиповники. Попробуйте положить. В бутылочке. В баночке закрыть. Крышкой. Или завязать. Марлевой повязкой. С тем чтобы. Насекомые дышали. И понаблюдать. Вдруг кто-то и выведется. Из этих плодов шиповника. А если вы. Интересуетесь. Наукой. Интересуетесь. Международным сотрудничеством. Международным сотрудничеством. Можете. Сохранить их в таких вот пробирочках. Как здесь. Длиной. 3-4 миллиметра. Сантиметра длиной. Шириной до сантиметра. Прижать их ватным тампончиком. Чтобы они не побились. И прислать к нам. В институт зоологии. Национальной Академии Наук Украины в Киеве. На исследования. Материал из Украины. Тоже интересен. Материал из других стран. Южной Америки. Северной Австралии. Океании. Африки. Тоже интересен. Надеемся. Я вас раззадорил. И удивил. Сколько можете. Получить материал. Очень много. И какой-то материал. Окажется. Обязательно уникальным. Новым. Неописанным. Неизученным. И вы будете Александром фон Гумбольтом. Для своего места обитания. В котором вы живете. Или в которой вы переселились. И эмигрировали. Хотите быть Александром Гумбольтом? Поищите шиповник. В своих окрестностях. И сделайте. Географическое. Зоологическое и энтомологическое открытие. И напишите в комментариях. Или напишите мне сообщением по моей электронной почте. Если вам интересно. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Заходите на страничку. В Patreon. И он и в байме кофе. Обратная связь. Фидбэк. Всегда. Интересна и важна. Продолжение следует. Насекомые начали. Влупляться. Думаю, что продолжение. Этого сериала. Так же будет. Когда будет. Новый насекомый. Но я спешу его. Показать. Потому что. Если я им не дам. Покушать метка. Они погибнут. В поверочках. Их надо подкармливать. Они сидят. В разных сосудиках. Подкормленные. Самцы. Самочки. А вам. Всего доброго. До новых встреч. Подписывайтесь. На мой канал. Заходите. На страничку. Патреон. Спасибо. Тем. Самым терпеливым. Кто нас смотрит. Три человека. Даже после. Такой. Длинной истории. Или кто-то. Зашел в конце. Пока-пока. Привет. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует. Thank you very much for your attention. Bye-bye. See you soon on my channel. Subscribe. Press like. Write your comments. And ask your questions. Good luck. See you soon on my channel. Bye-bye.